Несколько месяцев жители домов по улице Пичугина пытаются избавиться от проблемной мусорной площадки. Она регулярно превращается в настоящую свалку. Отходы из этой мусорки разлетаются по всей округе, а из-за отвратительного запаха даже пройти мимо неё невыносимо. Мусор из контейнеров вывозят, а вот площадка вечно грязная. Жители говорят, что здесь целый микрорайон складирует крупногабаритный мусор, который может лежать так неделями. Когда ветер с запада дует, весь мусор, вся грязь летит к нам туда. И у нас постоянно грязь. Потом сейчас вот жара, помойка, мухи, вонь. Тут не знаю, что делается, это ужас какой-то. Валит этот мусор со всей округи, как будто она не с нашего района, а уже чуть не городская свалка. Как говорят люди, зимой и весной картина была в разы хуже. А сейчас, после многочисленных жалоб властям, мусор вывозится чаще, но проблема это не решила. Жители хотят убрать помойку с этого места. С марта в ответ на жалобы людей администрация города прислала несколько официальных ответов, в которых обещала демонтировать контейнеры. Но сроки постоянно переносились. В апреле писали, что, дескать, идёт демонтаж, но помойка до сих пор на своём месте. Сами жители 13-го дома установили собственную мусорную площадку, оборудованную по всем правилам. Буквально в нескольких метрах от смердящих баков. Там соблюдается чистота и порядок. Но вот жителям близлежащих домов на Новоемском переулке повезло меньше. Придомовая территория не позволяет установить собственные баки, и им попросту некуда девать свой мусор. Вот в чём вся и проблема. Логистико нарушено, и все дома, весь микрорайон сюда носят. У нас эта история давно длится. У нас по саннормам не проходит она. У нас территория маленькая. Поэтому вот такая вот история. У нас давно здесь. Мы раньше за аренду платили, за эту площадку. У нас всё было по закону, всё хорошо. Но куда-то всё делось. Так или иначе, состояние помойки не устраивает и жителей улицы Пичугина, и жителей Новоемского переулка. Рядом с мусоркой, например, находится супермаркет. Так что мимо зловонной площадки не пройдёшь. В процессе съёмки соседи даже попытались договориться об аренде бака на организованной закрытой площадке около 13-го дома, чтобы хоть как-то разгрузить общественную мусорку. Так договариваться. Носите договариваться с нашим ЖЭО и носите туда, в нашу капешку. Мусор. Если вы будете согласны, мы будем... Это не мы согласны. Нет, почему это... Это ЖЭО договариваться с нашим ЖЭО. Жильцы, наверное, должны дать согласие. Не ЖЭО, а жильцы. Там место два контейнера. У нас сейчас один стоит. Если мы сможем решить этот вопрос, а почему нет? Пока местные жители делят помойки и пытаются решить проблему здесь и сейчас, мы обратились в городминистрацию, чтобы узнать, почему так затянулся обещанный демонтаж мусорки, перерастающей в свалку. Там нам сообщили, что контейнерные баки демонтируют сразу, как утвердят новое место для мусорной площадки. Сейчас оно согласовывается с энергетиками. Нужно согласование по ОТПлюс, потому что она... Ну, так земельный участок устроен, что она подпадает частью в охранную зону их объектов. Когда это согласование будет на бумаге оформлено, тогда эту площадку перенесут вот туда. О сроках власти не сообщили. Мы проследим за развитием этой истории. А пока баки стоят на месте, за чистоту площадки отвечает город, и уборка там производится по заявкам жителей силами муниципальных коммунальщиков. По закону, ответственность за содержание контейнерной площадки, за содержание, я подчеркиваю, не за вывоз мусора, а за содержание, лежит на собственнике земельного участка. Пока функционирует площадка на Печуге, на 13, муниципалитет, ну, через свои, значит, структуры коммунальные, за нее отвечает. Заявки подаются в районную администрацию, она их исполняет. Заявку можно подать онлайн через сайт городской администрации. Анна Богданова, Артем Замоскин, Шестой канал.